Друзья, вы только посмотрите! Вот такая аппетитная вкуснота у меня получилась! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим по рецепту моего папы хешник! Хе по-корейски настолько вкусный! Мы вместе с вами после этого видео пройдем на наш Мукбанк канал, ссылку внизу в описании вам оставим, и продегустируем легендарный папин хе! Обязательно запасайтесь вкусняшками, потому что иначе захлебнетесь слюной! Я вам это обещаю! Также, кто еще не знаком с нашим влоговым каналом, семейным каналом, обязательно переходите, знакомьтесь! Добро пожаловать! Будем рады видеть каждого из вас! Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как мой папа готовит хе по-корейски из рыбы! Мы начинаем! Чтобы приготовить вкуснейший хешник по-корейски, нам потребуется, конечно же, рыба! Хе у нас сегодня из рыбы, вот такой очень крутой сазан у нас, вернее его филешечка, а здесь у меня 2 килограмма филе сазана. Огромное количество различных специй нам потребуется, 1 столовая ложка молотого кориандра, 2 столовые ложки сладкой паприки, 2 столовые ложки острого красного перца. С острым перцем осторожнее, смотрите по своему вкусу, если сильно острое не любите, можно уменьшить, заменить паприкой. 2 столовые ложки 70% уксуса, именно 70% уксуса, потому что в этом уксусе наша рыба должна будет свариться. По вкусу черный перец, соль, мы положим на такое количество ингредиентов 1,5 столовые ложки соли и 1 чайную ложку черного перца. Одна большая головка чеснока у меня получилась 50 грамм в очищенном виде, 200 грамм кинзы зеленой, 1 килограмм репчатого лука и 1 среднеплодный огурец у меня получился 230 грамм. Также нам потребуется 4 столовые ложки или 60 миллилитров растительного масла. Для начала мы с вами нарежем рыбу. Итак, друзья, учитывая размер нашей рыбехи, мы ее с вами поделим вот так. Примерно 4-5 сантиметров полосочки у нас должны с вами получиться, поэтому я разрезаю рыбу сначала вот так по спинке. У меня филейная часть, в магазине мне уже все почистили, разделали отдельно. Косточки отдали мне с головой и отдельно филе. Вот такой длины примерно у нас будут с вами куски рыбы. Вот эту вот часть, где ребра, мы тоже должны с вами поделить вот таким образом, чтобы примерно плюс-минус полоски, кусочки рыбы были одинаковые. Но поскольку здесь довольно-таки толстые ребра, поэтому нам надо будет с вами немножко вот так пошпанить. Ребра мы прорезали и режем теперь ножом. Оставшиеся ребра мы также поломаем прям вот так молоточком. Дальше все просто. Толщина наших кусочков будет, с учетом вот этой толщины, примерно 1 сантиметр. Если тоненькая часть там, где живот, мы сделаем примерно полтора сантиметра. То есть теперь вот так в произвольном порядке нарезаем кусочки рыбы. Где толстая часть, прорезаем до 1 сантиметра толщиной. Где тоненькая часть, прорезаем примерно по полтора сантиметра. Вот так. Если какое-то препятствие мне встречается, я вот так ставлю нож и опять молотком прям. И все отлично прорезается. По косточкам вот так надо резать. То есть получается на каждом кусочке рыбы, там где вот эта реберная часть, по косточке остается. И вот так по косточкам прорезаем дальше. Точно так же поступаем со вторым кусочком. Косточки у меня вот так идут, соответственно, и я буду резать вот так. Но учитывая толщину вот этого места, видите, какая толстая часть? Поэтому я прорезаю чуть тоньше, можно даже до 1 сантиметра, 7 миллиметров. Ну, как получится, смотрите по своей рыбе, чтобы было комфортно кушать и чтобы кусочки рыбы наши хорошо промариновались. Что касается самой толстой части, тоже, смотрите, вот так я по диагонали буду разрезать. Но уже потоньше кусочки режу. Прям совсем, видите, 5 миллиметров. Потому что сама вот эта часть очень-очень толстая. По-моему, даже в самом толстом месте более 2 сантиметров. Все, вот таким образом нарезаем рыбу на хе. Итак, друзья, рыбу я всю нарезала. Вот такое количество у меня получилось. Берем чашку и отправляем в нее рыбу. Рыбу заливаем двумя столовыми ложками 70-процентного уксуса. И прям руками хорошенько перемешиваем. На каждый килограмм рыбы 1 столовая ложка, полная хорошая столовая ложка 70-процентного уксуса. Или 15 миллилитров. Соответственно, у меня 2 килограмма рыбы, я взяла 30 миллилитров уксуса. Рыба уже на глазах начинает мариноваться, уже слегка белеет. Но мы сейчас накроем еще тарелкой и дадим рыбе промариноваться, пока будем заниматься другими ингредиентами. На этом этапе очень важно тщательно перемешать рыбу, чтобы уксус попал на каждый кусочек. И, соответственно, каждый кусочек рыбы промариновался. Дальше я накрываю вот так тарелкой и убираю в сторону. Рыба будет ждать своего часа. Тем временем мы пока займемся овощами. Я беру свой любимый станок для натирания овощей. Устанавливаю станок. Толщину нарезки выбираю двойку. То есть сильно измельчать лук не нужно. Дальше беру плододержатель. Луковицу одеваю. И поскольку мне нужны полукольца, я луковицу разрезаю вот так поперек вот этих стрелочек. Все, луковица разрезана. На плододержателе держится. И потом легким движением руки разрезаю лук. У нас с вами получаются вот такие полукольца примерно по 2 миллиметра толщиной. Если будете нарезать вручную, соответственно, луковицу разрезаете пополам. И на полукольца не очень тоненькие. Я сейчас таким способом нарежу полностью весь оставшийся лук. Затем покажу, что делать дальше. Лук я нарезала. Посмотрите, полный таз лука у нас получился. Пока убираю в сторону. Он нам пригодится чуть позже. Далее у нас на очереди огурец. Срезаем несъедобные части. Нарезаем соломкой примерно толщиной до 5 миллиметров. Вот так. Сначала разрезаем вот на такие пластинки. Затем пластинки вот так укладываем на бочок. И разрезаем соломкой примерно 3-4 миллиметра. Таким образом у нас с вами получается вот такая соломка. Все, огурцы у нас тоже нарезаны. Пока их уберем в чашку, и огурцы будут ждать своего часа. На очереди у нас осталась только зелень кинзы. Зелень кинзы просто нарезаем мелко. Кинзой не испортишь. Кинзы должно быть много. Тем более мы ее очень сильно любим. Кинзу мы тоже нарезали. Управились мы с овощами и зеленью достаточно быстро. Поэтому я подожду еще буквально минут 30, чтобы в общей сложности прошел час. После этого мы будем с вами заправлять хе. Все, друзья, у нас с вами прошел час. Давайте посмотрим. Посмотрите. Рыба у нас промариновалась. Она побелела. Дальше берем лук. И вот так, прям разминая его руками, отправляем частями к нашей рыбе. Прям хорошенько вот так разминаем лук руками. Все, можно заправлять. Поочередно все закидываем. Огурцы. Через чеснокодавку выдавливаем чеснок. Если есть желание, можно чеснок также нарезать вручную. Мелко-мелко. И по очереди все специи. Паприки 2 столовые ложки. 2 столовые ложки красного острого перца. Одна столовая ложка кориандра сухого. Одна чайная ложка черного перца. Полторы столовые ложки с небольшой горкой соли. И 4 столовые ложки растительного масла. Все хорошо перемешиваем. Да, конечно же, не забываем. Один из самых главных ингредиентов это наша кинза. Кинзы должно быть много. Еще раз повторюсь, для хей кинзы не жалеем. И аккуратно все хорошенько перемешиваем. Для удобства я даже возьму таз побольше, чтобы было легче перемешивать. И прям в этом тазу, посмотрите, какое раздолье. Вот так перемешиваем. Ох, какой аппетитный хешник у нас с вами получается. Все, друзья, посмотрите. Вот такой аппетитный, очень вкусный, ароматный, обалденный хе у нас готов. Ему нужно настояться, чтобы рыба и овощи впитали в себя все специи, уксус, соль. Необходимо хотя бы на ночь оставить хе в холодильнике. Уже сейчас его можно есть. Уже сейчас вкусно я попробовала. Но когда хе настоится в холодильнике хотя бы ночь, это будет просто объедение. Не сможете оторваться от этого хе. Дальше берем контейнер и убираем хе, чтобы потом его убрать в холодильник. Все, друзья, контейнер закрываю крышкой. Вот такое количество у меня получилось. Посмотрите, довольно-таки увесистое. Да? Много достаточно получилось. Закрываю крышкой и убираю в холодильник. Чуть позже красиво выложу на тарелку и покажу вам еще раз. Друзья, вы только посмотрите. Вот такая аппетитная вкуснота у меня получилась. Хе по-корейски у меня хорошо настоялся. Нам с Алексеем уже не терпится попробовать все это на нашем Мукбанк канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну, а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова.